продолжим работать с гуашью с кинобор 6 цветов по интересному образцу и в каждый замес того что сразу обозначим пятно даже у нас немножко красный попадает важен момент отхода то есть ты постоянно двигаешь мы намешаем чуть поплотнее полностью можем закрасить где-то добавляю прям очень много лака обязательно делайте паузу смотрите здесь нет каких-то точных вещей вот и мы прям зажигаем наши самые светлые часть получился портрет всем привет меня зовут цельный евгений если мы продолжим работать с гуашью это один из самых популярных материалов я буду писать портрет по фотографии расскажу вам о тонкостях этого жанра и также расскажу о том как избавиться от самой главной проблемы этой краски гуашевые краски очень сильно высветляются это большая проблема чтобы этого избежать мы будем использовать вот такой вот обычный акриловый лак я купил в строительном магазине не буду показывать вам марку вы можете купить матовый или глянцевый в зависимости от того эффекта который вы хотите достичь и так чтобы могли использовать акриловый лак нам необходимо налить его в какой-нибудь стаканчик и разбавить 50 на 50 с водой у нас получится такой жидкий состав беловатого цвета но березна не должна вас смущать она уйдет при высыхании в качестве краски я продолжу использовать вот этот детский набор 6 цветов которые я использовал в предыдущем видео в экспериментальных целях и в общем мы продолжим изучать все свойства этого детского набора и посмотрим как он справится уже с портретом итак мы сегодня будем писать портрет по такому интересному образцу очень живописный как раз на работу с цветом также хороший свет освещенность в общем я думаю что будет достаточно интересно также для работы я взял картон загрунтовал его в один слой потому что на бумаге когда я пишу на записи появляется такая волнистость это не всегда удобно для видео но если бы я просто писал то я писал бы на обычном ватмане мы стараемся как можно меньше задействовать белила и вот сейчас я буду работать над подмалевком буду стараться пока не использовать белила и в каждый замес я буду как раз добавлять вот этот акриловый лак который я и развел он имеет такой немного белесость но она у нас будет уходить это такое типичное свойство акрилового лака и так будем стараться в каждый замес добавлять лак и начнем мы практически с открытого красного цвета заложим это пятно и так начнем мы с того что сразу обозначим пятно вот этой шляпы можно добавить немного желтого чтобы она была чуть потеплее вот и сразу же можно отметить где-то вот нижнюю челюсть где у нас пойдет окончание лица таким образом сразу мы определяем вот эти пропорции и как я уже говорил я буду по минимуму и использовать белила то есть практически буду стараться такими чистыми цветами работать в начале вот и конечно же мы будем смотреть как себя будет вести гуашь в таком состоянии и насколько лучше этот метод по отношению к обычной работе с гуашью что мы делаем вот у нас есть скажем так высота и ширина и первым делом нам нужно обозначить вернее не обозначить определить вот это вот отношение то есть вот эту высоту мы можем разделить на значит лицо и собственно собственно вот эту вот шляпу и нам важно определить вот эту вот границу то есть это вот первая такая пропорция за которой мы цепляемся и которую стараемся сразу же заложить и можно также сразу же ударить по волосам то есть у нас красный достаточно активный цвет но в плане тональности он такой где-то средний и здесь у нас пойдет лицевая часть в ней будут появляться как раз красные моменты а волосы у нас перекроют все воды всю вот эту графику которую мы ввели если мы немного ошибемся вот какая-то такая пропорция и мне кажется вот здесь мы сейчас сразу обозначим здесь вот будет заканчиваться шея но там будет тень довольно глухая но здесь красный способ должен появиться и так следующее то что мы сделаем мы намешаем цвет лица то есть пойдем от охры но он должен быть какой-то такой это полутон и тень и мы сразу вот проложим именно общей общей массой возьмем лицо волосы и может быть даже вот эту часть но сейчас посмотрим для этого мы возьмем больше желтого опять обязательно нужно окунуть в лак на кисточке уже у нас присутствует красный цвет поэтому можно туда даже не залазить и сейчас у нас получается такой оранжеватый цвет и нам надо его как-то усложнить для этого мы давайте попробуем чуть-чуть черного добавить вот он моментально усложняется становится такой более сиенистый вот но черного надо добавлять очень аккуратно потому что черный активный цвет и главное чтобы он не пошел у нас такую грязь уже и так проходим сразу лицевую часть даже у нас немножко красный попадает но это даже хорошо в нашем случае и я стараюсь больше добавлять лака то есть я прям вместо воды использую как раз вот этот вот раствор по сути это получается такая немного обманка это уже получается не совсем гуашевая живопись мы можем сказать из гуаши делаем акрил но собственно это тоже имеет место быть и если скажем вам не надо размывать гуашь то есть вот сейчас в таком состоянии как раз когда высохнет вы не сможете растворить водой вот это единственное отличие от того если вы не использовали акрил лак но как бы акрил лак делает то что закрепляет цвет и он так не высветляется как если бы мы писали просто на воде так вот так вот мы проходим сейчас хочется утемнить этот цвет чтобы сделать небольшие такие заготовки под тень на лице поэтому мы сразу можем наметить вот эту ось где у нас располагаются глаза и такие основные вещи глаза где-то вот так вот условно у нас идет нос здесь уже тень еще не высох тот верхний слой поэтому у нас все немного смазывается ну и какие такие вещи мы можем поставить скажем здесь будет тень абсолютно точно от этой шляпы и вот тут будет достаточно темное место но мы работаем с ним пока очень аккуратно и можем сразу обозначить вот эту вот шапку волос все заключается смысл в том что то что мы как бы вот этими пятнами ищем рисунок теперь давайте намешаем коричневые волосы они у нас идут следующие по тональности так мешаем волосы я точно так же использую желтый черный и красный пока других цветов я еще не задействовал и обозначаем волосы и когда мы так работаем мы должны прищуривать глаза чтобы не видеть детали а видеть и непосредственно пятна то есть большие пятна чтобы у нас все немножко сливалось и расплывалось чтобы мы не вдавались в подробности и не отвлекались какие-то темные пятнышки опять же на лице мы можем заложить то есть я вот понимаю что они где-то вот здесь брови у нас идут выразительные очень глаза также можем поставить куда-то вот сюда какие-то точки вот эту вот теневую часть носа сразу обозначена темноватой будет но ничего мы потом ее смягчим но в целом пока никаких деталей и следующее то что мы сделаем это ведем вот эту вот теневую часть здесь уже идет практически черное пятно такое и так черное пятно можно практически так и закладывать то есть у нас есть уже какая-то здесь смесь такая коричневатая мы можем взять практически черный опять же не забываем добавлять смеси из-за кривого лака и и теперь закладываем самое темное пятно так здесь вот шею обозначаем здесь волосы переходят в плечо где заканчивается плечо непонятно и вот в этом месте тоже идет такой переход и можно еще раз подчеркнуть вот эти более темные места сюда мы смело можем добавить такие прям черные маски ну сейчас надо будет немножко подождать чтобы вот этот первый слой он все-таки подсох потому что он сейчас свозится и не совсем приятно писать по такому все-таки на лаке чуть-чуть подольше сохнет ну и может быть потому что я пишу на картоне они на бумаге ощущение отличается мы займемся как раз сейчас фоном вот вы сейчас можете заметить то что мы обозначили композицию разложили наш портрет по тональностям то есть у нас есть активное пятно вот это вот красные шапки и дальше мы идем на утемнение то есть мы пошли лицевую часть волосы обозначили и совсем почти практически черный вот этот вот кофта и далее мы можем сделать здесь нейтральный фон он должен здесь какой-то присутствовать потому что белому не хорошо оставлять и заодно мы дождемся пока вот это все высохнет и начнем уже искать какие-то детали в лице и так цвет фона для цвета фон мы просто очень жидко разведем этот практически черный цвет и добавим много лака и на самом картоне растащим просто давайте попробуем да это должен быть такой нейтральный серый конечно не должен спорить шапкой но мы пока и так оставим возможно потом высветлим но можно сделать его немного потемнее для этого я немного желтого добавлю работаем большую кистью как можно большей потому что на данном этапе детали нам не нужны и мы должны просто очень быстро раскрывать те плоскости с которыми работаем вот собственно и все у нас не осталось белых пятен мы сделали такой подмалевок который чуть чуть темнее чем у нас есть на образце чтобы потом идти на высветление и вот сейчас вы можете наблюдать как все это высыхает вот но цвет не пропадает то есть как раз та задача которую мы поставили она решается вот путем именно добавление такого разведенного акрилового лака который можно купить самом обычном строительном магазине стоит он довольно дешево и в разы выгоднее это повысится чем если вы будете покупать это в художественном магазине я практически всегда работаю стоя то есть для меня очень важен момент отхода то есть ты постоянно двигаешься ближе дальше к работе но в основном дальше то есть очень важно отходить и смотреть как работа смотрится издалека потому что таким образом вы видите как раз вот эти все косяки которые на фиксированном расстоянии остаются для вас незаметны поэтому обязательно приучайтесь работать стоя покупать все мольберты и ничего в этом страшного нет казалось бы да есть небольшой дискомфорт то что вы стоите они сидите но на самом деле польза здесь гораздо больше нежели вот это вот погоня за комфортом и так у нас работа немного подсохла вы опять же можете посмотреть и заметить то что цвет у нас остался практически как сырой но вот прям минимальное высыхание но вот то что было до этого он конечно существенно отличается вот и далее мы приступим к тому что обозначим какие-то детали уточним здесь графику введем какие-то линии которые нам добавят ясности и в общем будем искать рисунок для рисунка нам надо намешать такой коричневатый цвет который будет базироваться на красном на красном и черном как раз для того чтобы поработать в лице так обозначаем границу вот этой шапки здесь теневое место у нас идет такой боковой свет и здесь получается нос в тени здесь появляется тень по скуле вот это место вообще у нас не получает света и здесь интересный момент то что идет от этой пряди волос идет такая падающая тень сюда и суть заключается в том когда вот мы наметили такую такой подмалевок такие вот эти пятна мы уже можем ориентируясь на них более точно вводить вот эти графические элементы то есть маленькой кисточкой работать ну поэтому собственно и называется это от общего к частному то есть или от пятна в общем все это говорит об одном и передает прекрасно смысл то есть мы находим сначала большие понятные форму большие пятна и уже потом их начинаем дробить обозначаем верхнюю губу она у нас тени находится и также здесь сразу вот тень под верхней губой такие знаковые моменты и мы по ним обязательно проходимся когда работаем с портретом также можем немного коснуться глаз у нас такой интересный взгляд в сторону мы можем вот так вот оттолкнуться как раз от вот этих дуг опять же мы не не вдаемся в подробности и во первых закладываем сразу шар то что у нас глаз шарообразный это важный момент вот и наверно все таки можно здесь вот показать радужку и также вот это место мы притеняем потому что здесь у нас идет падающая тень от пряди волос и в зависимости от того хочу сделать цвет гуще или наоборот жиже я либо добавляю больше лака практически жидко жидким пишу можно сказать даже что-то от лессировочной техники есть вот либо беру наоборот густую краску таким образом у нас начинает появляться детали черты лица прорабатываются но опять же мы не увлекаемся то есть вот мы поделали немного портрет можем переключиться чуть на шапку на волосы здесь каких-то деталей добавим то есть работа ведется полностью мы никогда не доделаем от начала до конца какой-то один тот же момент также это специально делается для того чтобы глаз у нас не замыливался что мы переключались и постоянно сравнивали то есть постоянно идет вот этот вот анализ только таким образом вы можете выстроить работу грамотно давай сейчас немного переключимся с лица и займемся шапкой то есть вот это место нам хочется утемнить то есть она вот с этой стороны имеет собственную тень и нам ее нужно уплотнить потому что сейчас она не добирает к фону и так мешаем опять красный даже если мы намешаем точно такой же цвет я имею виду по плотности и пройдемся еще раз он утемнится просто за счет того то что мы на своим один цвет на другой но мы мешаем чуть поплотнее и чуть потеплее попробуем его сделать и также обязательно добавим прям каплю зеленого в этот красный чтобы чуть-чуть его усложнить но очень деликатно то есть совсем немножко и так уплотняем шапку там есть какие-то складки свои вот так же материал диктует тоже определенная форма образования но мы опять же не спешим это делать нам важно большую форму сначала найти вот и определить вот это вот отношение с фоном а фон у нас как раз требует чтобы мы ее уплотнили вот здесь вот материал на будет подгибаться это же она будет смотреться темнее если где-то мы выходим это не страшно потому что мы еще будем работать с фоном фон будем высветлять или утемнить можем но в общем фон это такой момент который мы можем подстраивать если что-то даже пошло не так в угоду каким-то нашим большим целям ну и сюда мы не полезем здесь уже будет световая часть и также вы можете заметить то что существенно утеплилась вот эта теневая сторона то есть изначально мы положили довольно активный цвет но он все-таки был в холод потому что работала там белая подкладка сейчас мы добавили желтого вот и цвет лег еще одним слоем и существенно утеплился также вот этот красный мы можем куда-нибудь добавить и в лицо чтобы он обязательно там где-то проскакивал ну вот сюда вот в губы обязательно хочется добавить потому что он там просто должен присутствовать вот куда-то вот сюда там такой румянец у нас образуются красные щеки вот вот эту часть мы полностью можем закрасить то есть вы должны учитывать что и большие пятна должны работать то есть если у нас есть такой красный такой активный то он где-то должен пробегать здесь здесь хотя бы ну плюс еще не знаю куда-то волосы мы можем его поставить то есть обязательно активному пятну должна быть какая-то ответка просто это мы делаем зная что он так должно быть даже если мы просто не видим это в натуре то обязательно все равно ставим такие ответные мазочки также хочу немного пройтись по волосам пока у нас в палитре не появились белые цвета и есть возможность намешать чистый и сочный цвет поэтому нам нужно где-то вот здесь пройти и наверное утемнить еще и черный то есть мы сейчас пройдем именно по таким темным местам и тут собственно и все то же самое повторяется мы берем черный красный желтый обязательно смотрим на образец как у нас ложатся волосы какую они фактуры имеют и опять же стараемся делать такие мазки то есть вот культура мазка она тоже должна присутствовать то есть можно делать на такие кирпичики которые будут отличимы но мазок он с одной стороны должен читаться на другой растворяться форме то есть мазок должен подчиняться у нас той форме на которой он ложится и этой фактуре которой он пытается передать то есть если вот волосы идут также я и делаю какие-то мазки где-то чуть-чуть отрывайки чтобы вот протягивать линию поэтому за этим тоже смотрите очень внимательно и здесь тоже есть своя философия свои тонкости есть у нас идет тень а вот это приятно оборот высветляется и соответственно вот этот самый подный цвет цвет кофты его тоже хочется утемнить пока у нас есть такая возможность потому что как только на палитру попадет белый это станет намного сложнее сделать также вот здесь вот идет такой непонятный край он должен как-то там так растворяться поэтому мы делаем такой размашистый мазок который имеет рваные края и растворяется с фоном точно так же и здесь мы можем не доводить до края и вот сюда вот здесь у нас прям самые темные такие места активные которые хочется подчеркнуть можем где-то добавить такую графику в шапку чуть-чуть прям совсем и сейчас мы перейдем к лицевой части уже будем работать с белилами и надо постараться сохранить вот этот чистый сочный цвет в таком виде в котором есть то есть вот мы как заложили очень важно взять подмалевок правильно по тону и цвету чтобы потом работая по светам стараться не заходить стараться в общем сохранять полутона и тени это прям очень важный момент и мы будем мешать как раз вот здесь вот на базе красноватого какого-то должен быть розоватый но хорошо бы если вон в теплоту у нас все использую белила желтый красный и так как я делаю на основе уже предыдущего замеса там у нас есть какой-то цвет такой грязный который усложнит и этот оттенок ну давайте посмотрим что у нас получилось то есть часто я делаю еще до основа маска делать такой маленький мазок и смотрю как мы попали не попали в цвет ну вроде нормально давайте попробуем пока делаем достаточно общо и внимательно считываем именно в эту световую часть как она у нас идет сейчас посмотрим какую сторону у нас пойдет цвет будет он нас высветляться либо останется таким но вот на данный момент состояние хорошее то есть мне нравится как он себя ведет также можем на губу сразу положить тоже свет потом мы юли сернем и она будет у нас уже розоватая или красноватая очень мы пока не вдаемся в подробности а именно обозначаем большой свет в котором потом будем искать свои градации то есть у нас есть тень большая есть большой свет и также эти две большие 2 большие понятия разбиваются уже на нюанс то есть световой часть есть там более светлые места блики вот то есть как можно как минимум можно разложить там на три части точно так же и тени можно разложить но мы пока проходим обобщенно обобщенно еле касаясь чтобы где-то щетина выступающая давала единичные такие тонкие графичные линии также хочу сказать что эту работу я пишу щетиной вот так что просто для общей информации очень выразительный момент является глаза то есть у нас взгляд смотрит в сторону и нам открываются большие такие белки которые тоже можно сразу обозначить потому что довольно активные такие пятна и сейчас мы этим займемся у нас холоднее но все равно будут мешаться на базе вот этого кожного цвета мы просто добавим немного синеватого то есть если она пишу большой кистью даже такие небольшие моменты где-то мы снимаем пальцем лишнее вот но на таком этапе еще рано брать маленькую кисточку где-то то что у нас там выходит какие-то неточности это мы все уберем это все исправится главное смотреть общую картину обязательно прищуриваться на таких этапах и именно ловить вот эти вот большие отношения и также тем более светлым цветом так как он у нас здесь живет так хорошо мы можем продолжить высветлять у нас вот опять же здесь вот есть вот это вот место лобная часть она будет светлее чем вот это вот переносится который пойдет вниз то есть нужно еще и понимать как у нас форма себя ведет то есть мы постоянно анализируем и смотрим как меняется форма куда она выходит на нас перевод погибается и в зависимости от этого понимаем что у нас светлее что темнее давайте теперь займемся губами и вообще вот этим красноватыми местами то есть введем красный цвет потому что его сейчас не хватает сейчас немного такая пережаренная ситуация в губы сюда вот румянец такой есть где-то вот здесь это место надо смягчить потому что там конечно не будет такого черного и в общем сделаем такой переход между светом и тенью итак у нас получилось такой холодноватый красный так я заметил что цвет у нас практически не меняется это очень хороший сигнал как раз говорит о том то что у нас наш лак работает и вот то что мы положили она практически не меняется то есть с этим удобно работать и вот куда-то сюда мы сейчас положим румянец вот и куда-то можем вот сюда в тень залезть но опять же делаем очень аккуратно то есть мы стараемся не убить как я говорил вот тот полу полутон который мы заложили то есть вот это очень важно сохранять также вот эта вот красноватость она обязательно у нас будет где-то рядом с глазами ну и вообще она будет проходить через все так как у нас еще и вот эта вот красная шапка насыщенная поэтому мы должны все починить как бы этому цвету в нос я хотел обязательно положить сюда вот чтобы это был такой переходный момент но я делаю аккуратно то есть уже вот опять же вот это вот ноздря осталось потому что она там присутствует и вот здесь вот эта боковая сторона она конечно похолоднее туда хочется какого-то синеватого ввести то есть мы сейчас занимаемся тем что смягчаем вот эти места которые очень грубо закладывали где-то можем и волосы даже добавить вот этот цвет и сейчас мы займемся еще одной градацией то есть уберем вот это вот очень темные места то есть такой переходный момент уже к самым темным между вот этим вот красноватым и темным но нам нужно ввести какой-то еще один цвет какой-то холодноватый серо-зеленоватый какой-то но он тоже должен не выбиваться из общей гаммы а также мы можем верхнюю губу обозначить более темным цветом да вот такой вот момент и опять же мы смягчили у нас верхняя губа темнее нижняя светлее потому что верхний направленный свет и идет небольшой разрез который мы потом уточним который темнее вот так же важный момент мы можем взять довольно яркий цвет на уголок кисти и вот сюда поставить в краешек слезнячка красные такие акценты потому что там обязательно будет у нас красный вы можете заметить что до сих пор работают это вот большой кистью это восьмой номер вот и сюда тоже самое мы ставим прям активный красный цвет потому что там в уголках слезняках он обязательно пробежит и можем где-то вот куда-то еще сюда поставить просто чтобы он как бы работал этот красный будем мешать такой холодноватый и сложный цвет для тени должен был у нас какой-то вот либо зеленоватый либо синеват но в общем что-то холодненькое вот что такое мы должны добавить такой красивый сложный цвет мы сейчас убираем вот эти супер темные места там где их не должно быть то есть он найдет бровь да и сейчас как бы вот это место оно все одинаково что у нас бровь что тело но вот здесь где-то должен быть мягче намного и мы берем и смягчаем вот таким вот мне кажется он еще чуть-чуть у нас должен подсесть может чуть-чуть он утемнится и конечно же где у нас розовый он у нас смотрится в холодный сразу убегает по закону контраста то есть он у нас усложняется сразу также вот вот это место то есть мы удаляем такие вещи они нам не нужны здесь совершенно потому что они очень темные очень активные и вот здесь тоже самое мы проходим потому что конечно же в лице не будет таких темных цветов и я думаю вот сюда тоже самое мы можем сделать в общем мы постоянно анализируем смотрим и сравниваем светам и самые светлые пятна мы сравниваем со светами темные с темными таким образом выстраиваем работы и вот сюда хочется тоже запустить этот холодный цвет чуть-чуть расширить лоб отсечь вот эту вот прядь волос и сюда немножко также вот это место у нас оно как раз выходит в общем сюда вот попадает свет сюда и сюда вот ну вы можете заметить как начинает играть как раз вот эти вот красноватые с этими холодными то есть это и есть живопись мы постоянно поджигаем нашу цветовую гамму мы играемся с цветом также сюда можно добавить пару мазков но очень деликатно чтобы они там сидели потому что там такой активный цвет теплый и мы раз добавляем холодный и становится как-то интересно то есть какая-то жизнь появляется также в зависимости от того какой плотности мне надо я где-то добавляю прям очень много лака вот знаю что он высохнет и станет совсем мягким там где нам нужно ввести такие мягкие переходы вот поэтому это все надо чувствовать но это приходит наверное с практикой чем больше вы будете работать тем лучше будете чувствовать цвет и понимать как он работает в тех или иных ситуациях также вот такой холодный цвет хочется куда-то сюда в шапку добавить то есть он просто необходимо это сделать поэтому сейчас мы попробуем вот чуть-чуть где-то пройтись потому что ее нужно усложнить немного вот может быть потом я ее еще пройду таким приемом как лессировка когда мы разводим практически чистый цвет и прям полностью накрываем то есть ее хочется уплотнить всю вот и наверное оставить вообще в пятне то есть это тоже такой декоративный прием здесь у нас такая живопись много всяких мазков цветов а что-то должно смотреться спокойно то есть вот у нас вот этот вот черный цвет будет практически темным и вот эту шапку тоже можно решить прямо декоративно это тоже такие моменты которые потрясающе смотрятся и на этом как бы люди играют и строят работы потому что если у нас все будет вытекано таким одним мазочком это очень тяжело воспринимается то есть глазу постоянно нужно переключаться у нас где-то локальное пятно графика пятно график то да это очень хорошо смотрится и воспринимается нашим глазом так что сейчас давайте займемся глазами потому что они сейчас очень темные у нас на образце они такие голубовато-сероватые и мы сейчас их чуть смягчим и как раз обозначим другой цвет итак у нас голубоват-сероватые глаза но нам опять же их нужно вписать в нашу цветовую гамму поэтому они должны базироваться на тех цветах которые уже есть в палитре поэтому мы можем вот так вот пойти через фиолетовый через какой-то лохристый и опять же добавим много лака чтобы скажем тот нижний слой просвечивал и опять же усложнял итак смотрим что у нас получилось может быть немного светловато но сейчас посмотрим просто где-то можем потом добавить цвет но это уже ближе к нашему образцу потому что глаза очень тоже хорошо считываются они не такие темные я думаю то что сейчас как раз вот этот лак подсохнет который я положил и будет как надо просвечиваться то есть там у нас темная основа и она будет играть то есть такие вещи тоже нужно обязательно учитывать на какую основу кладется цвет вот и опять же цвет очень активный поэтому мы можем куда-то его еще ввести то есть вот в тот же там я не знаю вот может быть сюда куда-то либо в подбородок но он очень красиво смотрится и он обязательно должен да где-то появляться у нас может где-то там на краю вот но ни один цвет не должен существовать как бы сам по себе если мы что-то вводим если это активное то у него должен быть какая-то ответ это какая-то поддержка ему также мы можем его на его основе разбелить и сделать пару мазков на фоне потому что нам нужно подрезать фон вот мы его просто разбелили и скажем вот убрать вот это вот как я уже и говорил ну главное чтобы она не очень там вырезанно смотрелось ну вот таким образом мы чуть подсобрали рисунок который изначально закладывали очень ну в свободной стилистике особо не обращая внимания вот так что все постепенно выстраивается мы аккуратно добавляем где-то какие-то детали ну вот и можете заметить как постепенно работа приобретает какие какую-то детализацию и постепенно мы начинаем искать портретное сходство так ребят когда вы пишете портреты обязательно делайте паузу дайте глазам отдыхать чаще всего я пишу портреты именно за два подхода то есть первый день я делаю где-то 80 процентов 90 всей работы и оставляю как бы работу на ночь и потом на следующий день свежим взглядом смотрю и именно работаю над вот этими нюансами которые нам и передают портретное сходство вот сейчас вы можете наблюдать такой промежуточный момент когда заложены основные цвета тени все равно как бы все очень сделано обобщенно то есть если вы присмотрите здесь нет каких-то точных вещей но в принципе уже начинает прослеживаться портретное сходство то есть какие-то такие основные черты и есть какие-то моменты которые я бы уже хотел сохранить то есть сейчас уже работа переходит в такой в такой деликатный русло когда нужно очень спокойно и осмысленно все делать так у нас подсохли глаза и хочется в нижнюю часть ввести такой активный цвет более того их как бы можно чуть высветлить но вот сейчас мы займемся такими прям интересными акцентами то есть мы прям ведем такой активный цвет вот сюда вот чтобы глаза загорелись итак активный синий сейчас мы сделаем но опять же мы чуть его усложняем немножко то есть он и так у нас будет работать именно вот эта вот радужная часть она у нас неравномерная то есть она у нас к низу усветляется к верху утемняется вот и мы прям зажигаем вот эту вот теплую гамму таким прям холодненьким ну и опять же можно вот куда-то сюда добавить как я говорил если у нас где-то появляется активный цвет то мы его должны узаконить потому что он будет смотреться будет смотреться немного чужеродным и так же мы вот снизу можем еще ввести светлый такой мазок потому что у нас взгляд направлен наверх и у нас раскрывается этот белок его прям здесь видно очень хорошо поэтому мы можем взять сейчас кисть поменьше и обозначить этот белок глаза вы можете заметить как я чередую кисти но больше я все равно пишу большой кистью потому что стараюсь не вдаваться вот ведь вот в детализацию ну я думаю то что вы вместе со мной заметили насколько как бы сочнее гуашь смотрится и она вообще не очень похожа на гуашь и наверное на видео не так смотрится но в живую я потом покажу вам работу гуашью которая до этого писал в предыдущем видео и мы сравним ее с этой и она очень сильно отличается и только в сравнении это видно но собственно цвета остаются сочными они практически не меняются и это здорово и соответственно вы можете использовать этот способ также хочу вам напомнить что эта работа написана необычной гуашью это вот такая вот детская гуашь не знаю сколько ей лет она просто у меня валялась где-то там у родителей вот шесть цветов и в прошлом видео я писал интерморт и в таком экспериментальном виде сейчас мы пишем вот портрет просто очень многие спрашивают по поводу красок профессиональные и непрофессиональные и по большому счету от этого не так многое зависит все зависит от вас от вашего опыта и умения давайте еще поработаем со светами пройдемся вот эти вот световые части где-то нужно нам подрезать и в общем сейчас еще раз чуть-чуть поработаем со светом и так здесь у нас голубовато образовалась но мы вот сюда вот перейдем и так проходим наши самые светлые части я довольно много добавил лака для того чтобы вот этот цвет он все-таки подсаживался когда мы приходили это все похоже на такую лессировочную технику и вот здесь у нас подрезается здесь у нас много света попадает также мы чуть час под редактируем губу потому что она имеет определенную форму и опять же я все еще работаю вот этой большой кистью можно где-то будет подсмягчить но это чуть попозже то есть чтобы не было вот такой вот немного рисковатого перехода также вот здесь хочется чуть подрезать вот это жалко то что сюда попало и конечно же подбородок освещается и вот в это место оно тоже у нас должно чуть-чуть высветляться потому что здесь такая идет как плашечка она у нас находится на свету и не стесняйтесь где-то пальцем подсмазывать потому что это тоже своеобразный инструмент которым можно пользоваться продолжим сейчас заниматься носом вот сюда нам надо вести темное пятно у нас там ноздря будет обозначено но сделать это надо очень деликатно потому что все равно эта часть у нас она заливается светом также я хотел подсмягчить губы чтобы здесь не было прям такой жесткой границы потому что там у нас нет в образце такого они довольно мягко вписываются и имеют такой переход также вот здесь губа у нас практически растворяется потому что попадает на освещенную часть вообще вот эти моменты где у нас вот допустим какие-то вещи они должны быть резкими с резкими переходами а где-то должно быть все очень мягко я думаю можно еще немножко добавить сюда вот также вот это место наверное надо смягчить потому что там у нас нижнее века оно идет вниз меньше освещается но все равно не будет там такого контрастного места плюс на камере все это еще контрастнее смотрится ну давайте немножко смягчим этот момент и наверное можно усложнить его чтобы там не было такого посветлее ну вот да что то такое то есть вот уже убедительнее смотрится и вот здесь по тому же принципу вот собственно мы занимаемся тем то что находим вот это вот отношение светлых темных вещей вот эту градацию темно насколько темно или насколько светло в общем это такая прям исследовательская работа и вот здесь вот еще ну во-первых надо понимать как глаз устроен у меня кстати есть отдельное видео по разбору глаз губ черепа в общем надо понимать рельеф глаз то есть они же не просто плоские у них тоже вот скажем верхний и нижний век они выступают сам глаз туда посажен и соответственно нижний век это как полочка и вот здесь у нас будет проходить свет который будет улавливаться как раз вот этим рельефом и мы его сейчас тоже можем обозначить и такие моменты которые оживляют и придают убедительности но чтобы их увидеть надо знать что они есть вот потому что это сразу видно в работах у людей которые срисовывают и не знают анатомии и так я думаю еще немного пройтись по вот этой красной шапке ее мы сейчас листернем прям чистым цветом потому что ее нужно сделать плотнее она чуть не по не добирают у нас по тону и цвету чтобы нам листернуть красным цветом нам нужно взять такую вот тарелочку она у нас здесь чистая потому что здесь уже много белильных примесей вот а нам нужно взять чистый цвет здесь у нас какой-то акрил он высох поэтому можно смело здесь работать и мы разводим до достаточно жидко можно чуть-чуть желтого добавить ну в общем это красная шапка она должна быть у нас довольно цельная и мы ее пройдем прям полностью это так называемый метод лессировки то есть мы разводим чистый цвет и полностью проходим какой-то предмет сейчас посмотрим как она у нас высохнет ну я думаю можно ее вот так вот оставить это такой немного декоративный прием но он имеет место быть в определенных случаях также вы могли заметить то что волосы вот они как были в подмалевке так они остались то есть мы где-то подрезали тень и сделали вот эти вот мазочки такие а так в принципе это прям подмалевок почти в чистом виде единственное что я хотел бы еще вот здесь вот добавить цвет если мы посмотрим на образец то у нас направленный верхний правый свет и вот это вот пред волос она у нас высветляется сейчас мы этим займемся так мы возьмем желтоватый немного красного в общем нам нужен такой русый цвет намешает теплый вот таким образом мы проходим и где-то вот отсюда там еще такая порядка идет в общем опять же все это довольно деликатно надо делать вот у нас сразу появляется как бы освещенная часть падающей тени здесь свет и где-то вот с этой стороны тоже надо немножко пройти но очень аккуратно то есть я еле касаюсь кистью таким образом мы опять же выявляем свет и показываем фактуру волос то есть делаем такие продольные движения и где-то показываем пряди характерные именно для данного портрета но в принципе вся работа была сделана именно в подмалевке вот о чем я говорю что важно делать то есть в подмалевке вы можете решить очень много и в дальнейшем просто ударить где-то цветами и оставить вот эти те места они сочные там цвет совершенно по-другому играет потому что просвечивается белая основа и цвет имеет вот эту сочность и яркость характерную вот и сразу у нас появляется логика вот этих местах какие-то пряди мы можем выпустить аккуратно в общем показать естественный рост волос ну а главное это делать аккуратно и не переборщить шапка у нас подсыхает она еще пока в сыром виде плюс здесь много лака она и будет такая сочная и яркая но мне кажется прикольно смотрится когда есть такая доминанта активная плюс она у нас решена достаточно локально в ответ к этому черному а здесь идет такая живопись мазки и прочее сейчас немножко они по-разному воспринимаются потому что это сырая и поблескивает но вот сейчас когда она высохнет я думаю это все уравняется также хотел вам показать как на планом на лице полутона которые как раз остались то про что я вам говорил вот допустим вот эти вот места вот они не совершенно отличаются там цвет светится вот эти моменты они очень сильно оживляют вообще в целом то есть вот эти белильные замесы они у нас очень плотно и не пропускают свет а подмалевок вот как раз вот он просвечивает вот там где-то внутри он как раз дает вот эту вот жизнь вот прям светится потому что краска там лежит без белильные без белильные замесы и она пропускает свет который отражается от поверхности и совершенно по-другому нам раскрывает вот это вот красоту цвета вы можете заметить то что вот эти вот полутона они намного легче нежели плотные цвета поэтому это очень важно это считывается и совершенно по-другому воспринимается ваша работа поэтому старайтесь как можно больше сохранять именно полутонов и теней живопись будет сочнее и ярче итак шапка у нас подсыхает цвет подсаживается и также еще хотел где-то поработать с тенями то есть также развести какой-то коричневатый цвет и подсадить вот здесь вот падающую тень и вот эти моменты в общем это уже совсем такая легкая доводка аккуратно просто подсаживаем какие-то моменты которые должны быть в тени также вот здесь можно обобщить вот это все дело нос конечно же еще подсохнет не будет таким ярким смотреться шапку я думаю так оставить таким декоративным пятном практически плоским конечно на ней есть минимальный объем но я думаю не стоит сюда вводить цвет пускай она будет такая и к ней вот такое вот живописное лицо то есть у нас весь акцент будет свещен сюда вся графика будет здесь а шапка будет работать как просто пятно яркое так же как и вот эта вот нижняя черная кофта ну что вот такой у нас получился портрет как вы можете заметить цвета очень насыщенные я считаю то что задачи мы справились еще раз напомню что мы писали обычный гуашь и просто добавляли в нее разведенный акриловый лак и для сравнения сейчас покажу вам предыдущую работу которую я делал гуашью вот если их поставить рядом вы сразу можете заметить собственно глубина и яркость теней то есть вот практически черный коричневый вот здесь точно такой же цвет использовался но вы можете видеть насколько здесь все прожухло вот для сравнения мы просто возьмем сейчас и вот так вот проведем скажем сделаем мазок вот вы можете заметить насколько все это проседает и прожухает если мы не используем акриловый лак и просто пишем на воде поэтому мне кажется здесь результат налицо так что пользуйтесь это хороший способ работа у вас автоматически становится закрепленной лаком то есть уже не размывается водой и становится устойчиво ко всякого рода загрязнениям и прочим вещам для улучшения результата можете еще раз покрыть ее акриловым лаком она практически не поменяется и вот собственно такой результат так и будет оставаться всем большое спасибо кто досмотрел до конца обязательно подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны обязательно нажимайте на кнопку колокольчика вот и обязательно оставляйте комментарии мне очень интересно что вы думаете по тем позициям которые я высказываю и которыми делюсь с вами в этих видео вот ну а всем желаю творческих успехов и до новых встреч впереди будет много всего интересного всем пока